Вот уже и начало второго в Кирове, и это программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии будет высказывать Юрий Шлеминзон, член общественной палаты Кировской области, главный редактор и генеральный директор телеканала «Ренкиров». Юрий Львович, добрый день. Добрый день. А ваша традиционная фраза? Всё сказанное мной в эфире является моим отценностным суждением. Вот так. Теперь мы обезопасили вас, меня, мы уже начать ровно. Вопрос могу задавать, напомню, не только я, но и вы, наши слушатели, с помощью нашего сайта «Кирова.ру» и специальные формы там размещенные. Заходите, задавайте. Если появятся вопросы в течение ближайших, получается, с небольшим, то я их обязательно озвучу. 21 июня, Юрий Львович, у нас были последний раз в особом мнении. У нас долгое время не прошло. Выборы же были. Столько всего случилось, но тему выборов мы, конечно, затронем. Знаете, как-то вот даже забылось, что вы от общественной организации защиты прав потребителей в Кировской области за народный или за народный контроль. Нет, в последний раз я был, возникался законодательным забранием Кировской области. А вот эта организация общественная, она существует с ней, сотрудничаете? Чем занимается? Или мы позже этой темы коснемся? Давайте позже. Защиты прав потребителей. Ну, хорошо, давайте пройдемся по тому, что случилось в последнее время в нашем регионе. Произошло. Произошло. Случилось. Ну, давайте начну с такой темы, что уже неделю, неделю до, на неделю, в должности главы города находится Валерий Владыкин. Вы знакомы с этим человеком? Да, знаком. Можете рассказать слушателям свое видение, что это за личность, насколько он эффективно сможет управлять городом и сможет ли он запомниться чем-то? В этой роли он еще не работал. Когда он работал в роли хирурга, он себя достаточно хорошо проявил. И руководитель медицинского учреждения. В свое время получал из звания лучший хирург Кировской области. Это один из первых, кто начал инвазивные хирургические операции в нашей области проводить. Достаточно известный как хирург человек. Но в последнее время он занимается не общественной, а другой деятельностью. С 12-го года он в должности заместитель и председатель гордома работает. Человек достаточно настойчивый. И свои позиции по видению управления городом он, наверное, будет отставить. Но запомнить это чем-то сможет? Каких-то кардинальных изменений? Вы ждете? Не знаю, чем он будет заниматься. Мы не обсуждали с ним этих проблем. Но в основной работе, конечно, законодательность. Надо не забывать все же у руководителя городской думы. Это законодательная работа. Четко проводить в жизнь законы, которые положительным образом. Они положительным образом влияют на жизнь населения. Я думаю, что этой линии Валерий будет придерживаться. Ну вот смотрите, когда стало известно, что именно Валерий Николаевич станет в голове города, наши слушатели давали наказы такие, звонили в нашу сходзию, специально у нас программа была посвящена. Очень многие высказывали за то, чтобы благоустройство вышло на новый уровень в областном центре. Грязи было поменьше. Неприглядных каких-то вещей было поменьше. Ну давайте вот городская дума у нас закон примет, запрещающий грязь. Во-первых, существуют законы, которые не позволяют, чтобы грязь была на улицах города. Закон называется правило внешнего благоустройства. Ведь правило, принцип работы городской думы, это не только законодательная деятельность, но и контроль за исполнением закона. Я думаю, что контроль будет не хуже, чем был, если не улучшится даже. Ну, разумеется, уже многие гости в нашей студии высказывались. По данному поводу совсем недавно свое мнение высказал депутат Заксобрания пятого созыва Валерия Турола. Он сказал, что знает нового главу города как коммуникабельного, способного принимать решения человека. Я страшил эту программу. Да, однако, определяет работу Владыкина, будет его партийная принадлежность. Единая Россия. Конечно, влияние. Как скажет партия, так и будет. Ну, я думаю, что Валерий Николаевич и собственное мнение тоже умеет отстаивать. И если он сможет переубедить по каким-то вопросам своих партнеров по партии, то это будет не хуже, только лучше. А вот я знаю, ситуация ведь выборов грядущих в городе Думы вас тоже интересует. Там интересно очень, да? Ну, относительно интересно. Ну, в марте ведь заканчивается полномочия. За качество они будут переходить в сентябре, потому что у нас теперь единый день голосования. То есть получается... Годовые выборы можно проводить немножко в другое время. Сейчас у нас единый день голосования, пока он не перенесен, это будет сентябрь месяц. Поэтому Валерий Николаевичу придется не так уж много отработать на этом простое. Ну, почему? Если его в новом САЗе и в городе Думы изберут. Ну, это же не значит, что его выберут в городе. Главным депутатам. Это же депутаты же у нас выбирают в главу города. Да. А вы за то, чтобы все люди, все жители, я имею в виду города Кирова, выбирали главу города? Я за. За? Да, конечно. Вы присоединились, по-моему, к стопроцентному большинству, кто хотел бы... Ну, это правильно, чтобы население выбирало, а не только депутаты. А что стоит-то изменить закон, устав города? Это право нашей городской думы сделать. Ну, если общественность, избиратели... Изберет определенное количество подписей. Да, а подписи, если вот такая широкая волна поднимется. То вполне городская дума, можете пересмотреть эту часть в уставе города. А мы бы, как средство массовой информации, могли бы, наверное, подогревать... Активно помочь в этом вопросе. И глава города, и глава администрации. Ну, глава администрации, это такая техническая должность. Я не вижу необходимости в объединении этих двух функционалов. Почему? Они достаточно сильно отличаются. Все же законотворческая работа, это законотворческая работа управления городом, это другая работа. Это больше хозяйственная работа. Радиационно-хозяйственная работа. А есть еще и законодательная деятельность, она очень важна, потому что мы живем по законам, которые принимают наши нами выбранные депутаты, и от этого зависит наша жизнь в том регионе, в котором мы живем. То есть я вас правильно понимаю, что вы за то, чтобы вот и депутаты, и председатели городской думы пусть варятся в своем пространстве, в законодательном органе, и как-то особо не светятся. Что значит не светятся? Не появляются на торжественных мероприятиях, не произносят торжественные речи, не перевязают реальность. Нет, это не оказывает у меня никакого влияния. Не напрягает, пусть это делает слава администрации. Но я не знаю, что этот функционал надо делить как-то. Эти представительские функции власти, они между собой, наверное, найдут консенсус, как кому что делать. Мне все равно. Ну, вы бы приличной встрече новому главе города, или вот уже было такое, что-то пожелали бы, порекомендовали бы, дали какие-то советы? Постараюсь. Вы все-таки далеко не первый год живете в этом городе. Надеюсь, что будем встречаться и обсуждать проблемы. Ну, хорошо, давайте начнем еще тему до небольшого перерыва минувших выборов в законодательный орган нашего региона. Вы все-таки были депутатом ОЗС, напомните, третьего созыва, четвертого созыва, который были. Так вот, Ваша оценка, хотелось бы услышать, с нынешнего расклада сил, ну, абсолютное большинство единой России. Вы, напомню, были депутатом ОЗС, либератной демократической партии. Россия в нынешнем созыве ЛДПРовцы увеличили свои представительства по сравнению с пятым созывом. Да, они очень удачно провели избирательную кампанию. Вы считаете, что удачно? Да, очень удачно не по стране, а в Кирове особо удачно провели, что по результату у них очень хороший. Как Вы считаете, это имеет к этому отношение то, что первым номером в списке у нас все-таки шел глава ЛДП Владимир Вольфович? Ну, это какую-то часть имеет, конечно, но... Просто многие говорят, что это же партия одного человека, вы с этим согласны? Ну, не очень. Ну, практически, да, конечно, согласен, но партия на местах провела довольно большую активную информационную работу, чего раньше никогда не было. То есть участников этой информационной работы было достаточно много, правда, они со всеми рассчитались, как говорят. Да, пишут об этом. Вы же сами видели, что наружная реклама, общение, пикеты, клубы и все остальное в этот раз у ЛДПР была на очень высоком уровне. Это такая общая линия партии была по всей стране? Да, была общая по всей стране практически так проводилась, но у нас в регионе удалось сделать намного лучше. То, что лидер рекорд-отделения ЛДПР Владимир Костин оказался в язык собрания, это победа, на мой взгляд? Ну, вообще, победа партии, конечно. А победа партии? Да. Он достаточно много работал, поэтому он заслуженно получил место в законодательном собрании. А Ваше мнение о коммунистах, которые, ну, вот как-то... Ну, коммунисты в этом... В сравнении с прошлым разом... В этот раз не вели такую активную агитационную кампанию, но я думаю, что это в связи с отсутствием средств сказалось. Ну и, наверное, не было достаточно... Отсутствия средств в рамках... Финансовых, ну да. В рамках федеральной партии? Ну и федеральной на местах, и у местных, конечно. Сергея Пожидовича не было денег? Ну, чего удивляйтесь. Вы разве видели активную какую-то информационную работу в регионе? Количество билбордов было намного меньше. Встреч мне тоже показалось, что с населением было меньше в этот раз. В СМИ тоже недостаточно много было. Ну и не было таких харизматичных личностей, которые могли за собой подвинуть народ. Я считаю, что технологи, которые работали, если они вообще были, отработали очень плохо. Это повод задуматься? Сейчас с технологами надо работать. К следующим выборам, а следующий выбор не за горами у нас, да, и в 17-м году у нас был Дума. Да, и в 18-м году президентский выбор. Ну, как вы помните, что в городе коммунистов никогда многое не набирали, на самом деле. В областном центре? В областном центре, да. Потому что есть населенные пункты у нас, в городах. Да, и там большие проценты голосующих, но в городе Кирове никогда не было. Ну, а в целом, всё-таки безоговорочное лидерство в новом парламенте областном получило «Единая Россия» в 37-м году. Это накладывает на них определённую ответственность, так как они своим большинством смогут принимать теперь законы свободно, никаких проблемок ворума. А глядываться на оппозицию, на ваш взгляд, они не будут? Я думаю, что не особо они будут. Не особо. Не особо будут. Может, будут учитывать определённые интересы и оппозиционных партий, но мне непонятно, почему не было в замах нет оппозиционных партий. Я думаю, это бы уравняло взаимоотношения, сгладило и привело к более конструктивной работе, если бы, например, были заместители оппозиционных партий. Ну, давайте напомним, у нас... Гончаров и Титов. Да, Титов, правда, тоже не... Нет, Титова единороссов называть ОНФ, не единороссов. Гончаров. Гончаров, да. А Титов — это ОНФ. То есть ОНФ не оппозиция, на ваш взгляд? ОНФ — это не... нет, не оппозиция. Не оппозиция? Почему? Она такая относительная, будем я назвать. Нет, ну мы понимаем, кто во главе, там стоит просто Роман Альбертич. Она же не оппозиция, а партийная Россия. Роман Альбертич в нашем эфире говорил, что он консультировался... Такой контролирующий орган. Консультировался с... Общественный контролирующий орган. ...с руководством фронта, так вот руководство вроде как сказало, что нет, вы абсолютно не обязаны следовать... Ну да, они же... ...точки зрения единой России. Я не думаю, я не знаю, Титов является ли членом фракции «Единая Россия». Это членом фракции в заказательном собрании можно быть членом фракции, не обязательно будучи членом партии. Ну это да. Вот я не знаю, вошел он в состав фракции или нет. Поэтому решения фракции для него будут не обязательны, если он не вошел. Надо посмотреть. Просто на сайте заказательного собрания там обычно указывается эта информация. Ну там еще идет, даже не все комитеты, я так понял, сформированы, и комиссия. Ну мы сейчас чуть позже к этому перейдем, просто у нас сейчас небольшая пауза, буквально через полминута продолжим. Это очень важный вопрос, регламент, он как-то ушел на комиссию, хотя... Давайте продолжим. Да. 30 секунд, пауза, скоро вернемся. И сегодня это особое мнение, напомню, Юрия Шелемензона, члена общественной палаты нашего региона, главного редактора и генерального директора телеканала «Ранкиров». Мы говорим о той ситуации, которая сложилась после выборов в областном законодательном собрании. Два заместителя мы уже сказали, да, сейчас достаточно двух заместителей. Потому что в пятом созыве было сначала четыре, потом... Ну это решать... Уклассов сказал, что не хочет быть вице-спикером, осталось трое. Двух хватит? Я говорил о том, что один... что в оппозиционной партии какой-то должен быть тоже совесть. Тогда это создаст о том, что мы говорили, некий консенсус в работе Совета, в том числе, и вообще в деятельности самой Думы. Ну вот мне было очень непонятно, я уже говорил, что сейчас нет комитета по регламенту. Да, который возглавлял Владимир Валентинович. Считаю, что это очень важный комитет, и он оказывает действительно серьезное влияние на деятельность Думы. Потому что... вот могу привести свой пример. Когда я был в четвертом созыве, у нас сначала в комитете было всего четыре человека. А вы входили туда, кстати, тоже, да? Сразу. А потом этот комитет разросся до 17 или 16 человек. В связи с чем? В связи с тем, что... Четверо не могут справиться со всеми... Нет, они справлялись, просто они принимали не всегда то решение, которое устраивало лидирующие партии. А, в общем, ничего не изменилось с тех пор. Чтобы вести в порядок, большое количество единороссов резко вошли в состав комитета. Потому что он определяет деятельность всей Думы, на самом деле. Уточним, сейчас в шестом созыве комитета нет по регламенту. Сейчас создается комиссия. Да, предложена. Постоянно действующая комиссия. Да, предложена за инициативу комиссия по регламенту. Вы согласны с этим? Ну, она может комиссия, это не имеет реального значения, это или постоянно действующая комиссия. Потому что раньше комиссии создавались на определенный период, а здесь вносятся предложения о постоянно действующей комиссии. Тем более, чтобы руководитель комиссии был на постоянной основе с окладом, насколько я понял. Да, есть такая инициатива, чтобы он получал заработную плату за работу руководил в руководстве комиссии. Согласны с этим? Да. Нужна такая комиссия, нужен человек, который получает заработную заработку. Она нужна, потому что это очень определяет много в деятельности Думы. А может на аутсорсинг кому-то отдать? В какой-то структуре? Невозможно. Невозможно? По законодательству сделать, возможно. Ну, посмотрим. Видимо, на ближайшем пленарном заседании будет рассматриваться этот вопрос, создавать или не создавать комиссию. А вообще, я напомню, в ОЗС может быть 10 оплачиваемых должностей. Много, мало, на ваш взгляд? Все-таки деньги немалые. Ну, я считаю, что вообще деятельность... Заработ хорошая. Надо, ну, она относительно хорошая, да, если сравнивать с средней заработной палатой. Ну, со средней палатой, да. Намного. Я думаю, что вообще депутаты должны работать на постоянной основе. Вообще все депутаты? Юрий Павлович. Как и сделано в определенных городах. Достаточно серьезная работа. Надо не заниматься постоянно. И при этом никаких других дел, никакого другого руководства, ни бизнесов, ни предприятий. Ну, так как это у депутатов государственные люди... Юрий Павлович, ну, вы же понимаете, как это все просто скрывается. Не знаю. Все эти связи, нет? Не знаю. Нет, ну, просто мы журналисты постоянно читаем и видим, и слышим эти материалы. Ну, с нарушителями законов борются. Есть люди, которые... Значит, если большинство не нарушает закон, а те, которые нарушают закон, с ними ведется определенная борьба. Я думаю, это бомба. Юрий Львович считает, что все 54 депутата в ОЗС должны получать зарплату. Нет, в первых их может быть и 54. А, сокращать можно. Да. Вот взять пример. Мэрия такого маленького города, как Нью-Йорк, составляет 31 человек. Справляются? Мэрия. Это не депутаты, это чиновники. Нет, да, это чиновники. Это чиновники. 31 человек. Ну, сравнивать, конечно, здесь тяжело, но... Сложно, да. Работоспособность разная. Но... Ну, и депутатов может быть не 54, а другое количество, и, соответственно, затраты на их содержание будут не так велики. Зато может быть результативность этой деятельности. А вы представляете, как люди начнут рваться в эти кресла депутатские? Не знаю. Знаю, что они обязательно придут на оплачиваемую работу. Ой, боюсь, народ возмущен вашим заявлением... Значит, не примут... Об оплачиваемых депутатских должностей. Я же не говорю, что их должно быть 54. Может, их будет 17 или 13. Хорошо, давайте далее пойдем, потому что происходит в нашем регионе. Я уже хочу перейти к некоторым решениям правительства. Я знаю, у вас сюжет вышел на телеканале, тоже посвященный этой теме. Речь идет о поправках в закон об образовании. Согласно... Ну, там, двое заметных... Две заметных поправки. Одна из поправок вводит принцип нуждаемости при выдаче компенсации платы за пользование детским садом. Сейчас этим правом может воспользоваться каждая обратившаяся семья. Если же парламент примет поправки, то компенсация будет выплачиваться только тем семьям, чей средний душевой доход не превышает полутора величины прожиточного минимума. Сейчас это почти 14 тысяч рублей. Ну, понятно, если ребенок ходит в муниципальный детский сад, ему обратно кое-что возвращается. И по мнению многих, тем более, негодетных семей, это, в общем-то, существенно. Конечно. Ну, и как? Ну, мы же понимаем, что... Ну, это продолжается. Принцип адресности льгот его применения. Это же происходит не только в нашем региональном масштабе и федеральном. Все скукоживается, все сокращается. Мы знаем, что затраты на медицину в новом бюджете собираются кредит на треть. Ну, и последствия всех экономических проблем, которые существуют в стране, они, понятно, перекладываются на нашу региону. А регион, тем более, еще не самый богатый. Даже в ПФО, он где-то там у нас находится, в нижней части, по количеству зарабатываемых и получаемых средств населения. Да, это нехорошо. Но надо понимать, что дефицит бюджета сократить пока возможности видать нет. Хотя мы видим, я вот сегодня прямо к вам ехал, слышал, что новые бюджеты в ближайшее время сократят дефицит. И в 19-го года у нас уже даже профицит бюджета будет наблюдаться. Это у кого-то страны, да? Нет, у кого-то Кировской области. У кого-то Кировской области уже говорят? Можете ошибиться, но я сказал, что это в бюджете шло, разговор шел о Кировской области. Потому что там звучали цифры 40-41 миллиарда, это бюджет на своей области. Но это очень хорошо, если добьется новый состав правительства таких результатов. Но я не понимаю, за счет роста доходов или за счет сокращения затрат это произойдет. Можно ни за что никому не платить, а так как все же доходы какие-то будут, то, наверное, можно добиться того, что и профицит возникнет. То есть вот вы... Только как жить дальше, ну, и все знают. То есть вы предлагаете людям просто смириться, представить себе, насколько тяжело живет страна, тяжело не только родителям с детьми. Мы предлагаем все время так с телеэкранов, что надо смириться и ждать лучших времен. Нет, я просто уверен в том, что есть много семей, для кого вот эта компенсация. Это денежка, на которую можно купить что-то из еды ребенка. Но вы думаете, что вот не ставится вопрос о том, что учителям сельской местности перестать оплачивать компенсацию за топливо? Я помню, в котором я работал сначала, было же натурально, предлагалось получать. От этого ушли, хотя учителя очень просили в натуральном выражении получать компенсацию. Рубля? Деньгами? Да, потому что за те деньги, которые им выплачивают, привезти дрова и наколоть, это надо очень быть хорошим извращенцем, на самом деле. Ну сейчас я знаю в деревне телег, который в порядке трех с половиной тысяч стоит. Сколько на телег? На зиму? И учителям надо время для того, чтобы их... А сейчас стоит вопрос о том, что и эту компенсацию... В общем, неизбежно, на ваш взгляд, лишение этой компенсации за детские сады. Ну, я не думаю, что это очень сложно пройдется в законодательном собрании нашем, нынешнем. А до Бремсбурин? Я думаю, что в большей степени дачи нет. Ну и еще одна, да, тоже поправка в закон об образовании. Предполагают они отмену выплат гражданам, которые награждены почетным знаком «Педагогическая слава». Это премия в пять тысяч рублей и знак. Ежегодно у нас в регионе получают пятьдесят работников, педагогов. Ну, я думаю, что... Тоже неизбежно уберут. Скорее всего, да. Даже конкурс журналистов в законодательном собрании про инвентаризм на вятке... Про инвентаризм на вятке? Да, закрывается. В этом году его не будет. И вот на ближайшем заседании в законодательном собрании будет принято решение о том, что его отменят. Так что еще и журналистов достали. В 2015 году вы, наверное, в курсе номинации радио, все две награды. Наша радиостанция заявила. Хорошо поработали по поводу парламентаризма. Вы меня расстроили. Вернее, вернее, депутаты. У нас сейчас работа такая расстраивает население. Хорошо, я напомню, что это особое мнение Юлия Шевензона. У нас сейчас рекламы традиционные для середины часа, и мы скоро вернемся. Особое мнение на 101. Хорошо. Продолжается особое мнение Юлия Шевензона, члена общественной палаты Кировской области, главного редактора и генерального директора телеканала «Ренкиров». Юрий Львович сейчас предстамент перед нами не как человек, находящийся в этих должностях, но как простой житель нашего города. Я сказал, Юрий Львович, живу и сталкиваюсь с обычными проблемами, с теми, с которыми сталкиваются многие жители нашего города, и хочу поделиться успешным опытом решения этих проблем. У вас есть немного времени для того, чтобы поделиться. Ну, как обычно бывает, когда возвращаешься из загородной жизни, то есть, в период с апреля по октябрь я жил загородом, теперь вернулся в живом многоквартирном доме, как большинство из нас проживает, и был озабочен проблемами горячего водоснабжения и теплоснабжения. Ну, как и все мои. Их отсутствие, вернее? Отсутствие или недостаточно правильно выполняемой нормы. Я провел, ощутив того, что приходится очень много тратить времени на то, чтобы вода стала теплой в кранях, которые называются горячей водой. Это мы говорим, пробегать. Да, пробегать. Чтобы пробежала, мы назовем. Ну, даже после этого результата не было. Я пригласил специалистов из ЖКО на замеры температуры. Управляющий компанией? Управляющий компанией, да. Лепси уют. Плюс. Значит, замеры показали, что вода в течение тех дней, которые я проводил замеры, она составляет от 37 до 41 градусов всего лишь. А должна быть по норме? А должна быть 60-75. Надо сказать, что вот я потом изучил документацию по этому вопросу. Значит, специалист из управляющей компании на замер должен прийти по нормативу, которая составляет, постановление 354, на которое составляются все компании, которые работают, в течение двух часов. Или по договоренности сторон. Если управляющая компания вам отказывает в этом, вы имеете право произвести замер самостоятельно, пропустив всего три минуты этого постановления в воду, и при присутствии двух своих соседей составить акт. Двух экземпляров. А соседи должны как понятые. Как понятые, да. Ничего не надо. Они как свидетели. Свидетели. Как свидетели. Потом вы должны обратиться в управляющую компанию, и вам должны сделать перерасчет за пользование горячей водой. Притом, если температура воды ниже 40 градусов, то вы платите только за холодную воду, потому что плата за горячую воду состоит из двух составляющих. Это обогрев горячей водой и сама холодная вода, на которую существует у каждой свой тариф. Холодная вода и подогрев. Понятно. Управляющие компании в основном на это идут, но они делают это индивидуально, а не всему дому, требуя от каждого жильца многоквартирного дома заявления по этому поводу. Поэтому надо подавать или коллективные жалобы с предложением соответствующих документов, или в индивидуальном порядке. В первой части я провел уже действие, но думаю, что надо заниматься еще и тарифом на горячую воду. Так как тариф складывается, ну, может, исходя из тарифа, тариф у нас утверждается рэком, а так как он утверждается при температуре, которая должна быть 60 градусов, а каждый недогрев, вы сами понимаете, это огромное сокращение гекокалорий, поэтому цена тарифа, в моем понимании, должна быть снижена. Если систематически у нас компании не выполняют норматив, поэтому стоит эта горячая вода должна дешевле. И не надо будет тогда уж заниматься каждому в индивидуальном порядке, хотя это тоже очень важно, но тогда можно и пересмотреть тариф для компаний, наших теплоснабжащих. За недогрев. Да, за недогрев. И я думаю, что они будут очень против этого и будут, по крайней мере, тогда начнут соблюдать те нормативы, которые заложены в тот тариф, который нам, они выставляют этот тариф, комиссия, которая утверждает. Такие же вещи могут быть не только, они касаются электроэнергии, чтобы вы знали. Подождите, я вставлю все-таки. Там ведь часто, как говорят, коммунальщики, я могу, конечно, показаться дилетантом, но, по-моему, звучала эта информация у нас в студии, вот там же важно очень, где коммуникация проходит. Если она уже проходит по дому, и там идет потеря тепла, то это проблема жильцов. Вот если она... Нет, вы не правы, это управляющая компания проблемы. А если она еще до дома... Да на подаче. Значит, мы замеряли воду не только в кране в квартире, мы замерили температуру воды на подаче. На подаче? Да. Как в ЦТП, где происходит образование горячей воды. Значит, температура на подаче всего составляла от 48 до 51 градусов, что, понятно, не соответствует нормативу, поэтому и вода, которая поступает к вам в квартиру, уже не могла быть нагрета. Если управляющие компании за этим следят, на самом деле, сами проводят замеры, выставляют претензии к ТК. Да, если КТК подает воду соответствующей температуры, а к вам не доходит она, то за это отвечает управляющая компания, ну, обслуживающая компания. А в партнерном случае, если не до подачи, как говорят они, не до подачи горячей воды, теплоносителя, не горячего, а теплоносителя, то тогда претензии выставляются теплооснабжающей компании. Если еще есть такой фактор, как давление воды, воды в кране. Вот если он не соответствует нормативу... Это тоже все прописано? Да, это все в этом постановлении 354-м. Если у вас... Представление, давайте поясним, для тех, кто захочет посмотреть, на правительство страны. Правительство страны, конечно, да. Если давление... Часто я не слышу, я прощаюсь к нам, телекомпания, о том, что давление на верхних этажах, или в другом месте, не соответствует нормативу, он тоже есть, я не помню, точно не могу, боюсь, ошибиться назвать цифру, то тогда плата, если в целый месяц у вас не было нормативного давления, или вообще отсутствовало, то плата снижается на 72%. По тем существующим формулам... Более чем существующим? Температуре, я о чем говорил, там существенное снижение оплаты происходит. И можно требовать за весь период того, когда не было достаточно температуры, или отопления, или горячей воды. Резюмируем. Желательно изучить данный документ, данные постановления. Да, постановление граждан... Написать, делается все очень просто. Вы пишете на основании актов, составленных или ЖКО, или вами самими при двух свидетелях подаете свое заявление в обслуживание у вас в компании, вам должны сделать перерасчет. Обычно не отказывают. В противном случае приходится подавать в суд. Но тогда на управляющие компании накладывают еще плюсом 50% обычных судов. Это по линии Роспотребнадзора? Да, конечно. Жилищную комиссию накладывают еще 50%. Поэтому они обычно не идут на такие вещи. Так что надо за свои права набораться. Вот такие открытия сделал Юрий Львович. Это открытие, все должны знать. Просто этим надо заниматься. Каждому. Поделиться со своим. Не делиться, не довольствовать, что кто-то за вас сделает эту работу. Ну тут логично, наверное, сейчас вернуться к общественной палате нашего региона. У нас, кстати, буквально 5 минут. К общественной палате в части решения проблем ЖКХ. Вы знаете, да, о том, что секретарь Андрей Леонидович Усенко заявил о том, что общественная... Самые больные вопросы, которые существуют от населения, это здравоохранение ЖКХ. Да, общественный контроль предлагается распространить и на эти сферы. Это по... Ну не в том, конечно, виде, как контролировать дороги. Своя специфика все-таки. Вот вы поддерживаете? Да. Ваше видение, как это должно реализовываться? Я думаю, чем больше будет... Может, если сужается сфера контроля немножко, да, ну немножко, если целенаправленно заниматься там двумя-тремя сферами контроля, то это будет более эффективно, чем, понятно, 20-30 сфер контролировать. Ну и состав общественной палаты, он не так велик на самом деле, и это же все же общественная работа. Тех, кто принимает участие в работе общественной палаты. Я, честно говоря, недопонимаю, как контролировать ЖКХ и здравоохранение? Ну нельзя же, вот как дорожные инспекторы общественные у нас ездили и прям стояли в душу этих дорожников? Ну, ЖКХ уже показал, как можно контролировать, да? Собирать обращения граждан, соответственно, контролировать эти... Ну не контролировать, проверять эти сообщения и выходить с соответствующими предложениями в правительство, в муниципалу, по решению этих проблем. А здравоохранение? Как документацию изучать? В здравоохранении я вот не очень компетен, как контролировать. Ну, наверное, там есть вопросы ценообразования на лекарства в аптеках, да? Это вполне можно со специалистами контролировать и проверять. И я помню, что мы вот в своей организации называли народный контроль, проверяли цены и нормативы в свое время на наличие перечня необходимых... Ну, так называемые жизненно важные и необходимые лекарственные препараты. И соотношение цены поставщика и продажи. Ну, непонятно, что там не на тысячи, но выборочные проверки эти делали. Мы, я помню, делали телевизионные репортажи на эту тему неоднократно в свое время. Но с этим-то вроде был наведен порядок с максимальной, с минимальной торговой наценкой. Правда, препараты с очень низкой ценой просто вымылись из производства, так как они стали убыточными. И у нас они заменяются дорогими зарубежными препаратами. Все, что там меньше 50 рублей раньше стоило, появляются аналоги зарубежного производства, включая Белоруссию, которая считается зарубежной страной, но цена уже совсем другая. Ну, в общем, вы считаете, что все-таки признаки и принципы общественного контроля можно задействовать? В этих сверхах и нужно. Уверен секретарь общественной палаты в том, что ПКО может быть работособным в нынешнем составе, в том числе он сослался на право за кондициативы. Вы, это право действительно считается очень весомым и важным. Ну, я думаю, что да, это добавляет. Значимость. Значимость и возможности в работе общественной палаты. Буквально две минуты остается. Мы сегодня с вами тему вредных привычек не успели затронуть. Ну, давайте сейчас успеем немножко. Я спорю так много, что и... Я о том, что в правительстве нашей страны спорят повышать или не повышать акциз на водку в следующем году. Минэфин настаивает на увеличении. Понятно почему. Не понятно, потому что бюджет наполнит. Да. А Минэкономразвитие сказывается за снижение акциза или даже за то, чтобы оставить на существующем уровне. На последний якобы снизит стоимость алкоголя, и его будут покупать те, кто в последнее время предпочитал нелегальные продукции. У нас много достаточно продажек. Я считаю, что надо бороться очень серьезно и основательно с контрфактной продукцией и суррогатами, которые находятся в реализации. И количество их растет, как мы видим. Все те ограничения, которые вводили в том числе в нашем регионе, по времени продаж, по дням, они привели к росту заболеваний от принятия суррогатов или спиртозаменителей. Замещение такое произошло. Это долго скрывалось. Данные по-другому просто формировались. Но то, что произошел рост отравлений от суррогатов, понятно. А вы на каких данных основываетесь? Нет, они потом просто собрались, уже данные мы в общественной палате видели и читали о том, что был рост. Ну а если акцизы-то снизить, а спиртное будут люди? Тогда в бюджете будет меньше денег. Ну меньше, но нет, может люди просто обратятся именно к этой продукции и перестанут, что попало-то потреблять. Ну я думаю, что так как они ее уже попробовали, то сложно. Единственное, что надо проводить реальную борьбу с контрафактом, который выпускается, продается. Но ведь у полиции есть все инструменты. Да, но эти жена занимаются просто, конечно. А, то есть времени у них нет. И много заниматься. Это всем советует. Их откликает. Это всем советует. Нам, кстати, да? Систематически поставить. Нет, но население тоже может активно принять участие в этом процессе. Потому что и к нам раздаются часто звонки, где сообщают о местах реализации контрафактной продукции. И мы, соответственно, органы УВД передаем эту информацию. То есть совместная деятельность населения и УВД должна давать результат. На этом завершается особое мнение Юрия Шлемензона. У нас просто истекло время. Спасибо, Юрий Львович. Спасибо. До свидания. До свидания.